Всем привет, друзья! С вами снова Аквариум на Человек. И сегодня речь пойдет о растении, которое в голодный год можно сожрать, а в больной год можно втереть в глаза и в другие мягкие места, как это делают, например, в Юго-Восточной Азии. А в США оно вообще в списке сорных растений. Альтернантера сидячая. Да, известна человечеству аж 1813 года. Нашли ее впервые в канавах и водоемах Южной Америки. Она имеет свои официальные варитеты, о которых я вам не буду рассказывать, но то, что вы сейчас видите на своем экране, это, скорее всего, варитет рубра, то есть Альтернантера сессилис рубра. Мы в рамках видеоролика будем говорить об Альтернантере сидячий в целом. Это многолетнее травянистое растение, которое часто укореняется в узлах. Листья эллиптической формы длиной от 1 до 15 сантиметров, шириной до 3 сантиметров, от голых до редко ворсинчатых. Да, цветки располагаются в сидячих колосьях. Также хочется отметить, что цветы этого растения похожи на рыбьи глаза в некоторой литературе, по крайней мере, упоминается такая информация. Поэтому в некоторых странах Альтернантеру сидячую называют рыбоглазой. Козел, свинье не товарищ Альтернантера, сидячий не товарищ аквариумисту. По крайней мере, половина интернет-бороздителей из пены у рта так утверждает. На самом деле, есть и другая половина, и они уверены, что эта Альтернантера может пойти ко дну и успешно там существовать. Мы примкнем ко вторым. Несмотря на то, что к первым примкнула госпожа Кассельман, которая в своих трудах говорит о невозможности выращивания этой Альтернантеры под водой. Так вот, в аквариуме она растет, но очень медленно. Так медленно, что кажется, что она не растет. Для того, чтобы приручить эту Альтернантеру, мало быть заклинателем почвопокровок. Необходимо вдывать газы углекислые в толщеводные. Свет ярким должен быть, чтобы глаз жгло. Ну и питание. Куда ж без него? Особенно железо и азотистые вкусняшки. При оптимальном соотношении всех вышеперечисленных ингредиентов, ваша сидячая Альтернантера будет радовать вас шикарнейшим ядренно-розовым цветом. Да, кстати сказать, эта Альтернантера любит подмены. В старой воде растет медленнее. Допустимый температурный диапазон от 22 до 28 градусов. Все, что выбивается из этих параметров, тормозит рост. Вода должна быть мягкой. В принципе, растение не развивает мощной корневой системы. Такое, что аж прям детка за бабку, бабка за репку, тянут-потянут, вытянут не могут. Более того, растение может существовать даже в плавающем виде. Размножается черенкованием, образует кучу боковых побегов. Высаживать лучше на задний план. Здесь еще вот какое замечание. Эта Альтернантера, несмотря на многочисленную информацию, по крайней мере у меня, любит покидать выделенное пространство через верх. Да, она вылазит из воды при любом удобном случае. И знаете что? А над водой она растет прекраснее и быстрее, не теряя при этом своего волшебственного цвета. Кстати сказать, цвет не всегда вот такой прям шикарный. Нет, он может быть от ядерного лилого-красного до зелено-розового. Причем вы можете выращивать ее в горшке с грунтом, залитым водой. Главное, чтобы корни не пересыхали. Да, сидячая Альтернантера отлично сядет в полюдариум и в влажную среду. Пышная, быстрая, красивая она станет украшением любой оранжереи. И эта Альтернантера не просто декоративное растение. Как я уже сказал, вначале в Азии из нее готовят десерты. Втирают ее в глаза, так как она обладает мочегонным, дристогонным, тонизирующим. И еще этой Альтернантерой лечат геморрой. Из сидячей Альтернантеры делают лекарственные масла для волос, карандаши для глаз и в глаз. Ее отлично поедают в качестве корма куры, птицы и младший брат. Замечательное, интереснейшее растение, которое в мире с тема, к сожалению, я не встречал. Обязательно пишите в комментариях, кто содержал эту Альтернантеру. Ну а с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok